Легкая нотка грусти. Этот турнир стал последним для многих больших футболистов. Скорее всего, на следующем Евро мы уже не увидим Криштиану Роналду, Пепе Ливандовски, Томаса Мюллера, Мунеля Нойера, Луку Модрича, Шакири и других классных игроков. Но самая большая потеря для футбольных фанатов – это уход из футбола Тони Кросса. Немецкий полузащитник завершил карьеру, как и планировал – на пике. На протяжении всей карьеры немец показывал феноменальную статистику точности передач. И его фамилия – Кросс – говорит сама за себя. Кросс в футболе, как вы знаете, пас на среднюю и дальнюю дистанцию. И у этого человека с пасами точно все в порядке. Кем был элегантный, стильный и суперточный Тони Критин? Но прежде чем мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал в YouTube и других соцсетях. В ВК я регулярно бесплатно комментирую матчи АПЛ, а в Телеграм всегда можно найти новости и смешные видоси. Ну что, поехали! Тони Кросс родился в небольшом университетском городе Восточной Германии – Грайвсвальд. Кросс вырос в спортивной семье, его отец Роланд в детстве занимался борьбой, а потом стал детским футбольным тренером и многие годы работал в системе клуба Ганза из второй Бундеслиги. Мать футболиста Биргит Каммер профессионально занималась бомбинтоном и даже имеет звание чемпионки ГДР. Еще у Тони есть брат Феликс, который тоже был футболистом и даже привлекался в юниорскую сборную Германии, но он рано завершил карьеру, так как не обладал талантом старшего брата. Тони начал играть в футбол еще в школе, сначала их с братом тренировал отец, после чего Тони Кросс попал в любительскую команду Грайвсвальдер, а вот затем уже снова вернулся к отцу в молодежку Ганзы. Успехи молодого таланта заметили все. Его пригласили в юношескую сборную Германии, а скауты нескольких топ-клубов Европы и Бундеслиги, включая Баварию, приезжали на матчи и смотрели за ним. Именно с главным клубом страны, Мюнхенской Баварии, Тони Кросс заключил контракт в 2006 году, а уже в следующем сезоне дебютировал в Бундеслиге, причем так, что сразу и вел публике свой главный талант распасовщика. Тони вышел на замену в матче с Энерджи Котбус за 18 минут до конца матча и за это время успел отдать две результативных передачи Мирославу Клозу. К тому же нужно было учесть опытный состав Баварии, которая в 2009 году выиграла Бундеслигу и стала обладателем Кубкой Германии. Молодой хавбек получил приглашение в сборную Германии и отправился на чемпионат мира в ЮАР. И хотя Тони не стал ключевым игроком того чемпионата мира, он регулярно выходил на замену и смог получить бесценный опыт выступления за сборную на большом турнире. В первом же матче Кросса дает голевой пас на Томаса Мюллера, но в целом сезон оказывается не самым удачным, так как игрового времени в немецком Гранде у Кросса было значительно меньше, чем в Бае. Кроме того, Бавария стала лишь третьей в турнирной таблице в Бундеслиге, пропустив вперед Байер и Боруссию. Но все изменилось в следующем сезоне. Клуб из Мюнхена снова выступил чемпионство Боруссии, зато удачно выступили в Лиге чемпионов. Команда играла в финале, но на домашней Альянс-арене проиграла Челси в серии пенальти. Сон 12-13. Немецкий клуб выиграл Требл, а Тони стал одним из главных творцов успеха этой победы. Точность удара, длинные переводы на фланги, мастерство короткого паса, прекрасное видение поля и правильный выбор позиций. Вот что стало со временем визитной карточкой Тони Кросса. В следующем сезоне Баварио возглавил Хосеб Гвардиола. Под его руководством команда смогла выиграть Бундеслигу и Кубок Германии. А вот в Лиге чемпионов уступили Реалу, который впоследствии и стал главным клубом в жизни Тони Кросса. С Реалом Тони подписал шестилетний контракт, перебравшись туда летом 2014 года. Впервые в сливочной форме он вышел на поле 12 августа в матче за Суперкубок Уефа с Сивилией. А свой первый гол за новую команду забил только 8 ноября с передачей Роналду в игре против Рая Валикан. Одним из самых ярких голов немца в Реале считается мяч ворота Валенсии в матче за Суперкубок Испании. Кросс забил его с углового прямым ударом. Тони Кросс стал первым немецким футболистом, которому удалось выиграть Кубок Чемпиона в составе двух разных клубов. В центре поля он вместе с хорватом Лукой Модричем составил центральную связку на долгие годы. Его дальние удары, его красивые передачи, все это характеризовало игру Тони Кросса в Мадридском Реале. Именно в Мадридском Реале Тони Кросс стал легендой футбола. После победы Реала в Лиге Чемпионов в 2016 году в прессе появилась информация об интересе к немецкому полузащитнику со стороны лучших клубов Европы. Называлась даже сумма возможного трансфера в размере 60 миллионов евро. Но Реал не стал расставаться с ключевым игроком. На протяжении 10 сезонов за мадридскую команду Кросс стал обладателем многочисленных титулов и одним из самых важных футболистов на поле. Еще в составе юношеской команды сборной Германии, младше 17 лет, Тони Кросс стал бронзовым призером Чемпионата мира. Дебютировал Тони в составе основной национальной сборной на Чемпионате мира в ЮАР в 2010 году. Он не был основным игроком на этом турнире, а лишь несколько раз выходил на замену. И получилось стать игроком стартового состава и на Евро в 2012 году. Пик его карьеры в сборной Германии пришелся на Чемпионат мира в 2014 году в Бразилии, когда в полуфинале немцы выиграли у хозяев со счетом 7-1, а Тони чуть более чем за минуту оформил дубль. Сборная Германии выиграла Чемпионат мира, а Кросс вошел в символическую сборную чемпионата. Полузащитник принимал участие во всех крупных турнирах впоследствии, но сборная страны больше подобных успехов не добивалась, хотя и выиграла бронзовые медали на Евро-2016. По окончании Евро Тони Кросс заявил о завершении выступления за национальную команду. Однако в феврале 2024 решил возобновить карьеру и вернуться в сборную перед домашним Евро-2024. Домашний чемпионат Европы у немцев выиграть не получилось. В самом ярком матче всего Евро-2024 сборная Германии уступила будущим чемпионам – испанцам. Кросс провел за сборную Германии 108 матчей и забил 17 мячей. Тони Кросс является чемпионом мира, шестикратным победителем Лиги чемпионов, а также четырехкратным чемпионом Испании и трехкратным чемпионом Германии. Кроме того, он является обладателем множества кубков. Тони Кросс женат на Джессике Фабер. Пара встречалась на протяжении пяти лет. В 2013 году Джессика родила сына, которого назвали Леон, но лишь спустя два года Тони и Джессика решили оформить отношения и вступили в брак. Причем это все было сделано в тайне. В 2016 году родилась дочь Амели, а еще через три года сын Финн. Постоянным местом жительства Читы Кросс является испанская Мальорка. Джессика работает в туристическом бизнесе и не распространяется о личной жизни, как и сам Тони. Суть по фотографиям – в социальных сетях мы видим счастливую семью. Помимо футбола и семьи, Кросс занимается благотворительностью. Он создал специальный фонд для поддержки детей с различными заболеваниями. После окончания карьеры Тони сказал, что продолжит жить в Испании. Немец заметил, что Германия очень сильно изменилась из-за наплыва мигрантов, и сейчас ему страшно отпускать дочь на улицу одну. Тони Кросс планирует продолжать вести подкаст вместе со своим братом Феликсом. А также он будет обучать детей в Академии Мадридского Реала. Он получил там должность. Кроме того, Тони запустил в Германии Айкон Лиг. Это новый формат футзала – мини-лига в Германии. Она стартует уже в сентябре. Ну и самое главное в жизни Тони Кросса – это, конечно, семья. Он будет проводить с ней гораздо больше времени. Быть может, кто-то из его учеников или сыновей тоже собрался. Ну а пока нам остается только поблагодарить немца за его прекрасную игру и сказать Тони, мы будем скучать! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok